Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! 4 ноября верующие отметили праздник Казанской иконы Божьей Матери. А какие еще в ноябре важные события, праздники отмечает Церковь? Вы правы, ноябрь открывается в церковном плане праздником в честь Казанской иконы Божьей Матери. Это праздник достаточно древний. Он, как вы знаете, установлен был в память о освобождении Москвы от польско-литовских захватчиков и всей России. Уже в наше время именно такая гражданская составляющая этого праздника была восстановлена. И хотя все верующие люди всегда этот праздник отмечали, отмечали именно как День освобождения Москвы, как память Казанской иконы, тем не менее сейчас он отмечается еще и на таком общегосударственном уровне. И это очень хорошо. Следующий праздник, который у нас будет, это 8 ноября, память великомученика Дмитрия Солунского. Это очень известный святой, древний мученик, как понятно из наименования его, который пострадал в Солуне, в Фессалониках нынешних, где и находятся сегодня его мощи. И где он является таким покровителем или, говоря европейским языком, патроном города. Но память великомученика Дмитрия Солунского очень почитается и на русской земле с древних пор. В преддверии дня его памяти существует так называемая Дмитриевская родительская суббота, когда мы вспоминаем наших усопших сродников, наших родителей. И особо вспоминаются все православные воины, положившие жизнь свою за ближних, за веру и отечество. Эта традиция идет со времен Куликовской битвы и связана с именем тоже замечательного подвижника и государственного деятеля, князя Дмитрия Донского. Толчком к этому послужило известное событие из русской истории, Куликовская битва. И вы знаете, что перед Куликовской битвой Дмитрий Донской вместе со своей дружиной заехал в тогда еще маленький и мало кому известный монастырь, в котором жил преподобный Сергий Радонежский с братьями, для того, чтобы у старца взять благословение на битву. И преподобный Сергий благословил князя Дмитрия и его дружину и дал им двух своих воинов Пересвета и Ослябе, которых мы знаем как схемонах Александр и схемонах Андрея. И по рассказу жития преподобного Сергия он особо молился в день Куликовской битвы. Это было 8 сентября, праздник Рождества Божьей Матери. Он совершал литургию, и в какой-то момент литургии он вдруг начал опоминать огромное количество имен и никак не мог остановить это опоминовение. И братья поняли, что Господь открывает ему имена воинов, которые в это время падали на поле битвы и отходили ко Господу. И вот в этот день, накануне праздника великомучника Дмитрия и до сегодняшнего дня в Русской Церкви есть такой установлен день поминовения погибших воинов на полях сражений. В этом году Дмитриевская суббота выпадала на праздник Казанской иконы Божьей Матери. Поэтому она была перенесена на неделю вперед. Мы ее тоже уже отметили. 10 ноября Церковь вспоминает святого Дмитрия Ростовского. Это один из известных русских святых, живший в XVIII столетии. Человек, у которого были разносторонние дарования. Он был, во-первых, совершенно замечательным святителем, архиереем. Он писал очень много богословских и обличительных книг. Он много занимался обличением раскола. Он составил труд всей своей жизни – это жития святых. Полное собрание жития святых. Это второй после митрополита Макария Московского с его великими четями-менеями. Это второй такой труд. Это Дмитрий Ростовский. Он дал возможность русскому народу читать жизнеописания святых угодников Божих. Очень интересный язык Дмитрия Ростовского – это такой литературный язык до Пушкинской эпохи. Это не церковно-славянский язык и не более поздний уже русский язык. Он совершенно понятен нашему современнику. Это очень интересное такое чтение. В свое время меня оно поразило. И я очень горжусь, кстати, этим. Город из плохого качества. Я горжусь тем, что в свое время я прочитал все 12 томов этих житий святых. То есть жизнеописание святых на каждый день года. Вот, допустим, первое число. Открываем календарь. Там 10, 15, 20, 30, 40 святых угодников. И вот и жизнеописание. И так все 12 месяцев. Это было очень интересное чтение. Затем 21 ноября – это так называемый Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплодных. Это тоже большой праздник. И 26 ноября – память святого Иоанна Златоустого. О нем можно много говорить. Это древний святитель, угодник Божий. Человек, который прожил очень интересную, удивительную жизнь. Как свидетельствует из-за наименования, такого народного наименования Златоуст, он был блестящим проповедником, учеником лучшего риттера поздней античности Ливания, у которого он был лучшим учеником, и который говорил о нем, к сожалению, христиане украли у меня Иоанна в свое время. И он был человеком, который составил ту литургию, которую мы сегодня совершаем. Литургия, совершаемая сегодня в наших храмах, носит имя святого Иоанна Златоуста. Человек, который в жизни много претерпел за свою несокрушимую любовь к правде Божией, и который, умирая, сказал, произнес знаменитые слова «Слава Богу за все». Его влияние на церковную жизнь огромно. Собрание его трудов в русском переводе – несколько десятков томов. Это только то, что переведено на русский язык, а переведено далеко не все. С самых древних времен составлялись специальные такие сборники, выдержки из его проповедей, они назывались «Златоустом», «Златоструй» или «Маргарит», то есть «Жемчуг» на церковнославянском языке. Это такие большие, если кто-то бывал в музеях, такие, где есть старинные книги, такие большие-большие книги во кожаных твердых переплетах, которые предназначались для чтения в храмах во время или после богослужения. Ну и 28 ноября – это начало рождественского поста, который я желаю всем провести с пользой для души и без вреда для здоровья. – Правда ли, что на Руси Дмитрий Солунский был почитаем одним из почитаемых среди воинов и наравне с Георгием Победоносцем? – Да, это правда. Первый святой, упоминаемый в повести временных лет, это Дмитрий Солунский. Святой Нестор летописец приписывает победу князя Олега над византийцами в 1907 году как раз заступничеству Дмитрия Солунского. И он очень почитался на Руси, рано достаточно стали строить его храмы в его честь. И была такая традиция, в честь святого Дмитрия Солунского часто русские князья называли своих первенцев. И у нас достаточно много князей с этим именем Дмитрий, но, наверное, самый известный одних – это Дмитрий Донской. – Кому посвящен праздник Михайлов День? – Архистратигу Божию Михаилу. Архистратиг переводится как «воевода», возглавляющие небесные силы, небесные воинства, ангелов, архангелов – это те служебные духи, которые были созданы, сотворены Богом прежде сотворения человека, и которые служат Богу, помогая ему и помогая человеку в деле спасения. Ну, у нас, каждый из нас имеет ангела-хранителя, и поэтому мы по-особому почитаем этих служебных духов и молимся, и просим их заступничество. – Это бесплотные небесные силы, да? – Да. – Вот в чём заключается вообще праздник в честь святого? Как он совершается в церкви? – Праздник в честь святого – это воспоминание того или иного события из жизни святого, как правило, его кончины. Большинство, подавляющее большинство празднований в честь святых, они приходятся на день его кончины. Ну, это и понятно, потому что, знаете, есть такая простая поговорка «конец делу венец». Венцом жизни каждого человека является кончина его. Святые отцы говорят, что ни об одном человеке нельзя ничего сказать утвердительного, пока он жив на этом свете. Хорошие становятся плохими, а плохие исправляются. Это достаточно часто встречающееся явление. Поэтому память святых – это, как правило, день их кончины. Есть несколько случаев, когда мы празднуем день рождения того или иного святого. Ну, в частности, мы празднуем Рождество Божьей Матери, Рождество Иоанна Предтечи и вот такое исключение – Рождество святителя Николая. Вот этих… здесь вот мы празднуем еще и Рождество. В день памяти того или иного святого совершается особое богослужение в храме. Это богослужение состоит из тропарей, канонов, стихир, посвященных этому святому, в которых раскрывается его жизнь не в подробностях, не так, как это в житии описывается, а в каких-то основных веках. И это скорее такое назидание для тех, кто пришел в храм, извлеченное и построенное на основе жизни того или иного святого. В этот день обычно на аналоге в центре храма лежит икона этого святого. Вот если это достаточно большой праздник, перед ней поется величание. Вот и вся служба посвящена воспоминанию этого угодника Божьего. А почему вот некоторые святые более известны, некоторые менее известны? Более известны те святые, к которым обращалось больше людей и больше людей получало какую-то действенную помощь. И память об этой помощи сохраняется среди их близких, среди единоверцев, среди общин церковных. Вот и поэтому... Или же, например, этот святой как-то пособу близок, допустим, нашему народу или там другим народам. Скажем, у нас это преподобный Сергий Радонежский, это преподобный Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский. Скажем, в Киеве почитают Антонио и Феодосию Киево-Печерских, основоположников монашества и устроителей Киево-Печерской лавры. Для Грузии необыкновенно важно имя святой равнопостольной Нины, просветительницы Грузии. В Болгарии, вот с первого числа недавно совсем был праздник, это память преподобного Иоанна Рыльского и так далее. Я думаю, что это зависит от того, насколько жизнь святого соответствует такому архетипу святости, который существует в сознании людей, в сознании народа. Владыка, Вы уже сказали, что 28 ноября начинается один из самых длительных постов, рождественских. Вот как научиться поститься долгое время, да, и надо ли готовиться к этому посту? Ну, посту готовиться надо, но не тем, чтобы наесться впрок до Рождества, а готовиться надо так, чтобы вот как-то постепенно входить в некое такое ограничение самого себя. Вы знаете, я пощусь очень много лет, поэтому для меня как-то это естественно, мне трудно вот сказать, вот как Вы готовитесь? Да никак я не готовлюсь. Вот у нас пришел пост, я пощусь, и все. Конечно, для того, чтобы поститься многодневные посты, надо бы начинать с однодневных. У нас по церковному уставу постными днями являются среда и пятница. Вот человеку надо приучить себя к посту в среду и пятницу. Я, конечно, сейчас говорю для верующих людей, для тех, для которых учение церкви – это то, чему они стараются следовать. Когда человек не ходит в церковь, не очень-то верит в Бога или верит по принципу, ну, что-то там где-то там есть, конечно, для него все призывы проститься будут непонятны и чужды. Вот. А для человека верующего надо просто понимать, что пост – это та небольшая жертва, которую мы приносим Богу, утесняя самих себя, отказываясь от чего-то ради Бога, не ради здоровья. Пост – это ни в коем случае не диета, пост – это ни в коем случае не здоровое питание. Пост – это жертва Богу, которую мы приносим. Мы же обычно не задумываемся над многими вещами. А здесь мы ведь не только воздерживаемся от пищи, мы должны воздерживаться от развлечений, от всякого рода страстей, да, то есть стараться не гневаться ни на кого, стараться не раздражаться, не обижать и не обижаться. Очень много, очень большое поле деятельности для человека. Гастрономический элемент, он далеко не самый главный. И он подчинен здоровью человека, подчинен здравому смыслу. Потому что если человек болен, то пост облегчается, если там сильно болен или какие-то еще обстоятельства, то вообще отменяется. Но пост в еде, скажем, для беременных, для кормящих мам, для военных, для путешественников, пост такой вот гастрономически отменяется или ослабляется. Но вполне можно бороться со своими недостатками и в этом положении, да. Допустим, не ругаться, не сквернословить, не завидовать, ну и так далее, как даже я уже говорил. Что Вы можете посоветовать тем, кто сомневается все-таки начать вступить в эти большинства? Да попробовать. Приди и виждь. Только так. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова